Всем привет, это пятый урок по созданию управления персонажем. Сегодня сделаем смешивание анимаций, для плавного перехода от одной анимации к другой, а также сделаем прыжок персонажа, погнали! Сразу перейдем к созданию смешивания анимаций, для этого выбираем аниматор персонажа или создаем новый и вешаем его на персонажа, переходим во вкладку аниматор, создадим дерево смешивания анимации. И зайдем в него. Для начала добавим параметр float, в зависимости от его значения будут смешиваться несколько анимаций, у нас это будет ходьба вперед, назад, и стоячие положения, в инспекторе выберем созданный параметр. И добавим три анимации. Первой анимации задаем значение минус один, это будет ходьба назад, второй ноль и третий один, в них поместим анимацию стойки и ходьбы вперед. Теперь добавим анимации в дерево смешивания. Теперь при смене значения вертикаля, у нас смешиваются три анимации и действует плавный переход от одной анимации. Теперь изменим тип смешивания на 2D, мы добавим еще две анимации для смешивания, ходьбу вправо и влево, добавим еще один параметр float. В инспекторе зададим второй параметр для смешивания. Заново настроим смешивания анимации и ходьбы вперед и назад. Далее добавим две анимации, ходьбу влево и вправо. По иксу выставляем им нули, а по игреку от минусу. С одного до одного, то есть ходьба влево минус один, а вправо плюс один. Установим мирор на последнюю анимацию, чтобы анимация как бы была в противоположную сторону. Наш аниматор персонажа готов. Теперь у нас будет работать плавная смена анимации при передвижении персонажа. Откроем скрипт с контроллером персонажа. Добавим переменную аниматор. Старт исчитываем с персонажа аниматор и записываем в переменную. Далее вызываем функцию при перемещении персонажа и передаем нажатой клавиши. Теперь приравниваем значение смешивания вертикаля в аниматоре, к значению нажатых клавиш. У нас это клавиша S-1, а W-1, то же самое делаем с горизонталем. Теперь сделаем поворот персонажа только при перемещении. Проверяем, если переменные горизонталь или вертикаль не равны нулю, тогда поворачиваем персонажа. Сохраним скрипт. Теперь у нас работает смешивание анимаций, так же персонаж поворачивает только при перемещении. Теперь сделаем крыжок объекта. Продолжение следует... Если нажата клавиша пробел, тогда придаем импульс персонажу по оси Y. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...